Всем привет! Сегодня у нас 30 июня. Начинает поспевать такой сорт алычи десертная ранняя. Вот она получается недружно поспевает. То есть вот висят еще зеленые. Есть зеленые, висят вообще зеленые. А есть вот начинают окрашиваться. Вчера был сильный дождь с ветром, побивало много. Одна вот спелая, дотронулся она. Другая же зеленая, как цепок. Так же сама тут спелая висит. Вот это тоже, наверное, уже красавица спелая. Да, спелая. Вот такие вот красивые. Красивые плоды. Вот. Недружно поспевает. То есть растянута. Вот зеленые, вот спелая. Вот сегодня, завтра она поспеет. Вон зеленая, вот там дальше в листве спелая. Что хочу сказать за сорт? Сорт очень вкусный. Даже на эту пору, ну, у меня еще ничего из слив, а лучи не плодоносит. Не поспевает, точнее. А это ранний, вот крупный, с нормировкой вот такой вот сорт. Есть и мельче плоды. Сейчас будем вважать, пробовать. В том году у меня были самые большие, не все плоды, самые большие. 80 грамм, 78, 79, 80, да 80 грамм были самые большие. Да не то, что на всем дереве получается все по 80 град. Не. Это отдельные плоды. То есть, вот тоже я сорвал. Сейчас посмотрим. Я думаю, грамм по 70 должны быть эти плоды. То есть, ну, сорт великолепный. Ой, сейчас сважим. Током не болеет. Каждый год с урожаем. У отца на участке, вот какие висят домбы. У отца на участке, то он не нормирует, она поменьше, конечно, будет по размеру. Поменьше. А я нормировку сделал, хотя можно было еще ее пронармировать. Видите, как лусто. А все равно висят крупные. Все у меня подбивало. Сейчас еще сорвем. У меня красивая, товарная. Я, честно говоря, не знаю, как она транспортабельная. Ленину уже, если сорвать чуть-чуть, чуть-чуть прозелень. Но она дойдет, она доходит. Она будет. Малые нарвут, попросишь нарвать. Нарвут полу и на зеленых. То они два дня, в принципе, доходят. Такой сорт хороший. Такие плоды получаются на 1 июля. Сегодня 30-е. Такая красота висит. Ой. Так, сейчас будем вважить. Что-то весы еще в мозге колупают. Надо выкинуть их уже. Так, весы включил, зурим пополам. Так, надо сейчас поважить, что ж тут. Какие, какой вес у них. 70 грамм. 58 грамм. 68 грамм. 64 грамм. 70 грамм. Ну, в этом году 80 грамм не дошли до 80. Может быть, из-за того, что осадков нету, сухо сильно. Я так хоть и поливаю, но полив все равно не сравнится с хорошим дождем. Я уверен в этом. Так. Ну, грубо. Вот такой у них вес. Средний при нормировке. Вот 60. 60 грамм. Самые крупные. Вот у меня 69. 70. 70 грамм. Вот они такие. Так, сейчас надо разрезать их. Так вот я разрезал. У полностью спелых плодов. Вот. Небольшой плод, но полностью спелый. Такой вот цвет мякоти. Красноватый. Чуть-чуть, если не доспевший плод. Вот такой он. Желто-красный. Такой мягкий. Мягенький, сочный. Такой цвет мякоти. Вот сок видно, что течет. Очень сочный. Пробуем сейчас на вкус. Очень вкусная луча. Ароматная. Ароматная, сладкая шкурочка. Хрустит. В шкурочке легенькая кислинка, пикантная. Замечательный сорт. То есть я всем советую. Я не знаю, как он в промышленных садах. Будет, не будет, потому что созревает он неравномерно. Кому-то интересен. Ну, для себя, для хозяйских таких, как бы, очень он хороший. В саду, чтобы был у каждого. Ранний, вкусный, сладкий, ароматный. Довольно-таки крупный. К выращиванию отлично. Ну, не надо с ним возиться. Как снега, как называется, садар к премьерам. То есть отлично. Очень отлично. Сложно, как шкурка хрустит. У меня на дикой алычи она все равно чуть-чуть крупнее, чем у отца. У отца на сливе, на горке, я так понял, она привита, то у него чуть-чуть плоды меньше. Чуть-чуть. Даже если нормировать. Такой замечательный сорт. Вон, как он висит, какими гронами. Держится на дереве не сильно хорошо. То есть, если ветер, то может на земле быть. Но именно спелые плоды, не зеленые, а спелые. Держится так. Вот я только что дотронулся до ветки. Хоп, и упала. И упала. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok